Мироточивая святыня. В город прибыл легендарный образ Богоматери, икона умягчения злых сердец. Приезд приурочен к памятной дате. Завтра исполняется 40 дней с момента трагедии в Магнитогорске. Первые богослужения прошли сегодня утром в Храме Вознесения. Изображение Пресвятой Богородицы, в которую нацелены семь мечей. Три справа, три слева и один снизу. Умягчение злых сердец, Симеонова проречения или, как ее называют в миру, семистрельное. Образ Богородицы привезли из Москвы рано утром, но уже на первую службу собралось немало прихожан. Среди верующих и Мария Бигбова о магнитогорской трагедии женщина знает не понаслышке. Работала на месте ЧП на полевой кухне, а потому прибытие святыни восприняла с особенным трепетом. В храм принесла и домашние иконы. Она также освещается, она также получает вот эти все вот это. И дом силы, да. И она, как бы, получается, тоже так же дома будешь молиться, и она также будет исцелять. Под стеклом драгоценного ковчега, на котором видны капли мира, такая же домашняя святыня. В 98-м году москвичка Маргарита Воробьева купила простую икону на картоне в церковной лавке. Уже дома женщина увидела, что изображение мира тачит. Это чудо продолжается больше 20 лет. Последний раз магнитку образ посещал 4 года назад. У нас люди просили, если есть возможность, чтобы еще эта икона была, побывала у нас в городе. И я долго не мог выбрать удобное время. Но вот та трагедия, которая случилась в нашем городе, она меня сподвигла, чтобы на 40-й день, со дня трагедии, именно этот образ побывал в нашем городе. Образ умягчения злых сердец, семистрельный, сохранился чудесно вот на стене 10-го этажа квартиры. И я думаю, что соединение вот такого образа, воспоминания этих событий, оно очень уместно. А потому сегодня на аналоях сразу две иконы. Рядом с московской магнитогорская семистрельная, найденная на уцелевшей стене рухнувшего подъезда. Рабочие сняли ее с 10-го этажа, а позже родственники погибшей владелицы передали образ в магнитогорскую епархию. Мы готовы были отдать, вернуть, но другие родственники сказали, раз эта икона будет служить для поклонения людям, то пусть она остается в храме. У нас есть храм умягчения злых сердец, приход, она будет там храниться. Завтра в храме пройдут божественная литургия и панихида по жертвам трагедии, а на месте ЧП у дома по проспекту Карла Маркса заупокойные лития. Мироточивый образ пробудет в Магнитогорске до 11 февраля. Поклониться святыне верующие смогут в Кафедральном соборе Вознесения Христова. Мария Клименко, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы Знак.